24 часа в сутки, 7 дней в неделю. В таком режиме работает Брестская спасательная станция, грибной канал. Бдительность сотрудники не теряют никогда. Однако в такую погоду, как сегодня, ее приходится усиливать в разы. На водоеме пока лед, на льду рыбаки, а на улице плюс, который день ото дня только ослабляет ледовое полотно. Начинается такая пора, то есть интенсивное таяние льда. Когда на улице плюсовая температура, соответственно, лед обманчивый, его толщина оказывается, кажется очень большая, но на самом деле он хрупкий, он крошится, он разваливается и может в любом месте провалиться. То есть это не тот лед, который молодой лед нарастающий, где можно увидеть что-то. Сейчас очень сложно. Плюс к этому мы обращаем особое внимание, то что сейчас начинают, вот солнечные дни начинаются, погода, то есть рыбаки пришли рано утром, выбрались, посидели, а обратно вернуться невозможно, потому что возле берега уже оттаяло. Помимо круглосуточного дежурства в графике спасателей есть и профилактические рейды, в ходе которых они беседуют с рыбаками, проверяют наличие индивидуальных средств спасения. Как показывает практика, даже жилет – вещь недорогая, но эффективная, есть далеко не у каждого. Мы пришли предупредить вас о мерах безопасности, которые… Вы все, конечно, знаете, но, как говорится, повторение мать учения, поэтому лишним будет напомнить вам о тех мерах и средствах, которые нужно предпринимать для безопасного нахождения на льду. Принимаем. Принимаете? Ну, смотрю, с жилетами у вас не очень нету жилета спасательного, нет специальных рез специальных. Бывалых любителей рыбалки, как принято говорить на испуг, не возьмешь. Рыбацкий стаж Николая порядка 40 лет. Были и солидные уловы, и лещи до 3 килограмм, и дни совсем без добычи. Однако мужчина признается, сам процесс приносит не меньшее удовольствие. О ледовых опасностях знает, но уверен – солидный опыт позволит без труда сориентироваться и не допустить несчастный случай. За меня беспокоиться не надо. Я сам знаю, когда идти на лед, когда не идти. Сейчас этот лед еще будет стоять до конца месяца, пока не поширнее. У меня вот плешня, где она, вон, острая плешня. Идешь, раз пробивается назад. Сотрудники спасательной станции отмечают – в выходные дни на лед Грибного канала порой выходят более тысячи человек. Когда на улице настоящая зима с устойчивым морозом, это даже похвально. Однако сегодня ледовое покрытие активно и, что гораздо страшнее, неравномерно тает. Появились трещины. Может быть, стоит лишний раз подумать, так ли дорог вашему сердцу, а главное – безопасен для жизни и здоровья зимний улов.